Прежде всего, я хочу сказать, что у нас ничего не изменилось. С точки зрения подготовки к голосованию у нас абсолютно ничего не поменялось. Мы готовимся, мы сделали все необходимые требования, пошли на все необходимые требования, которые требовала ФИБА. Абсолютно четко, по всем документам, это и все требования ФИБА, которые представляются команде, которая заявляется. И та команда, которая, та страна, которая, я имею в виду страна, побеждает, то она имеет тоже определенные обязательства. Мы все эти пункты гарантируем. Гарантируем спокойно, делаем все возможное, чтобы, скажем так, ФИБА чувствовала комфорт и знала, что вот эти все контракты, документы, гарантийные письма и все гарантии были в соответствующем виде, чтобы они чувствовали, что вот страна, которая получит право, она будет, в общем-то, это все исполнять. Мы это все, в общем-то, этим процессом и занимаемся. Это первое. Второе. Даже если остается кандидат, все равно происходит голосование, все равно происходит, скажем, дискуссии и все остальное. Так что ничего, по сути, для нас не изменилось. Мы едем, в воскресенье будет это голосование, мы готовимся, туда приезжают наши делегаты. И, в общем-то, члены Совета должны, в общем-то, проголосовать и выбрать Украину. То, что снялась группа стран, которая претендовала на проведение чемпионата Европы в 2015 году, ну, я так понимаю, что они, у них, а, первая проблема, то, что четыре страны, и, как бы, очень сложно сделать какую-то, какую-то единую, единую, это впервые такое вообще, я не помню, что в каком-то либо вида спорта проходило в четырех странах ГР, появились какие-то внутренние разногласия, раз. Второе, я так понимаю, что те условия, которые, скажем, выдвигала ФИБА, они рассчитывали сделать на свою пользу. Они хотели сделать по своим, вот каким удобно сделать, да. ФИБА заняла жесткую, насколько я понимаю, позицию, что эти условия, их надо выполнять. А они хотели себе сделать, ну, более комфортные для себя условия, скажем так, выполнения этих условий. Я думаю, ФИБА просто не пошло на уступки, стало, в общем-то, жестко на позиции, что эти условия должны выполняться. Почему Украина их выполняет и подписывает, что мы требуем, а вы, мол, хотите какие-то себе послабления. И из-за этого, я думаю, возник это вот решение, что они снимаются. И наверняка, что вот в процессе, скажем, если, насколько я понимаю, насколько вот нашей подготовки, да, у нас как бы все едино. Есть понимание руководства страны, есть понимание тех людей, которые, в общем-то, будут вкладывать как бизнесмены, как спонсоры в это дело. Но понимание федерации, всех клубов без исключения, это решение не принималось просто единолично. Это ставилось на голосование и федерации, и члены федерации, и все, скажем, областные федерации поддержали это решение. Это было решение. И поэтому даже вот этот приезд инспекторов ФИБа был настолько, скажем, сделан, я считаю, идеально, что он произвел впечатление на ФИБа. И потом уже доклад, когда проходил доклад, люди увидели, что тут все серьезно. Потому что так, как в регионах принимали, так, как показывали, рассказывали. И, конечно же, еще раз повторю, то, что у нас Евро-12, да, Евро-12 уже практически это вопрос снятый, оно будет проходить, и, я уверен, будет успешно, и стадионы построены, и все остается немножечко доделать, то это тоже повлияло. И какой смысл ФИБа, скажем, проводить чемпионат Европы уже в странах, где все готово, все есть, и при этом они еще хотят выторговать какие-то для себя более комфортные условия, а не проводить, скажем, в Украине, где заряжены, все заряжены, они почувствовали эту энергетику, все заряжены, скажем, тем, что надо проводить, надо строить, надо вкладывать деньги в инфраструктуру, надо, в общем-то, создать еще один плацдарм баскетбола в Европе. То, естественно, конечно, я летал много в течение трех месяцев, практически разговаривал с каждым членом, кто будет голосовать совета, и, в общем-то, рассказывал ему, и убеждал, и где-то вот это вот давление с нашей стороны, агрессивность какая-то, знаете, вот такое вот с одной стороны, и все четко по плану ФИБа, который мы исполняли с другой стороны, и плюс такая, в общем-то, растерянность в какой-то степени последние, последние, скажем, несколько недель. С этих четырех стран, потому что, ну, нет такого, как бы, кто возьмет лидерство, а, скажем, надо ли согласовывать с тем, что говорит Франция, или потом согласовать, в общем, есть нюансы, знаете, европейцы в этом смысле сложноваты. Поэтому в этом смысле, я думаю, что ФИБа четко почувствовала нашу сильную сторону и их слабую сторону. Я сам был удивлен в сегодняшнем учении, откровенно скажу, это для меня точно так же, как и для всех стало удивлением. Но я знал, что идет процесс, я знал, что идет процесс, ФИБа поставила определенные условия, эта сторона пыталась эти условия для себя улучшить в свою сторону. Мы не пытались улучшать в свою сторону, мы четко выполняли все условия, которые нам говорили, вот и все. Что произойдет на совете в воскресенье, непонятно, да. Есть нюансы, когда, допустим, да, просто не будет голосования, просто перенесут, просто еще что-то будет, я не знаю. Ну, конечно же, сегодня мы чувствуем себя намного комфортнее, когда уже мы одни, да, это решение должно быть принято практически автоматически, потому что, ну, нет логики, если есть один конкурент, который выполняет, есть один кандидат, который выполняет все условия поставленные, да, то какой смысл отказывать? Тем более, что у нас готова хорошая презентация, у нас приезжает серьезная делегация туда, в Мюнхен. Поэтому, я думаю, все идет по плану, и я абсолютно не расслабляюсь, для меня это, как бы, ничего, и команда, которая работает, абсолютно не расслабляется. Все идет, все идет, как должно идти, и в воскресенье у нас будут, скажем так, это заседание, которое будет проходить, мне пока непонятно, в каком формате теперь уже, да, теперь понятно, было, было расписание, выступает презентация одной стороны, выступаем мы после этого, кто говорит. Я думаю, что все сведется к тому, что мы будем выступать в одиночку, да, и потом будет принято решение. Сегодня никто бутылки шампанское открывать не будет и веселиться не будет, да, я надеюсь, что это будет все в понедельник. Поэтому, поэтому, как бы, есть, есть, конечно, такой позитивный момент в этом плане, да, что приятно, когда конкурент снимается, не выдержав давления, да, какого-то, да, это приятно. Но, с другой стороны, интрига, как бы, вот она так, теперь, теперь она вообще непонятна, да, вот ситуация для нас идет, она нам дает больше, больше, скажем, сил и дает больше уверенности, что мы действовали правильно, мы действовали совершенно, эти все силы и средства были потрачены не зря, бесконечные перелеты, переговоры, встреча. В общем, мы сделали все правильно, и поэтому это все показало серьезных наших намерений. И сегодня, скажем так, видимо, та сторона не смогла то же самое сделать. Связано с этим, что у них этот эксперимент, как говорится, четырех стран не удался, что-то не получилось внутри, или другие какие-то, может быть, экономические. Я не исключаю, что тот кризис, который сегодня в Евросоюзе, он тоже имеет какое-то значение. У нас вопрос остается, как и оставался, работать дальше остается несколько дней, подготовиться, учесть все нюансы и сделать хорошую презентацию. Идет делегация федерации, Сергей Бубко будет представлять нашу страну, как президент Олимпийского комитета. Мы, завтра у меня встреча с Борисом Колесниковым, который окончательно даст, когда он приезжает, или все, в ПФР, есть предварительная договоренность, что он тоже летит. Значит, мы хотели, чтобы кто-то из оппозиции был. К сожалению, не смогли полететь наши великие спортсмены, Кличко и Шевченко. Почему? Потому что у одного есть в этот день какое-то серьезное мероприятие, и у другого. Поэтому они записали свое приветствие и видео. Они будут присутствовать, но в видео приветствие и, скажем, свое мнение. И также Слава Медведенко будет представлять как бы уже баскетбольную. Будет как баскетболист, который два раза выиграл чемпионат НБА, который работает тренером в Украине. И Майк Фартелло прилетает как тренер, который, скажем, впервые такого уровня тренера бола в Украине работал. Он тоже будет, скажем, промотировать и, скажем, пропагандировать нашу страну и говорить, что это правильно, что мы получим Евро-15.